И всем привет ребят, с вами MrVac, если записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен нашему второму аккаунту, тому самому первому бездонату, которого я уже так сейчас не называю, но все равно для меня-то это как бы бездонат аккаунт. И на сегодняшний момент времени у нас произошли определенные трудности в рамках этого аккаунта, о которых мы сегодня поговорим, на которых мы даже сегодня поиграем, потестируем. Ну и речь конечно же пойдет о том, что у меня осталось ноль cd-шек. Просто ноль. Я потратил их полностью. Как я их потратил? Почему они у меня улетели? Почему у меня все другие припасы есть, кроме dd? Но здесь наверное все очевидно, так как я в большинстве своем играл именно на кризисе. Ну а на кризисе ты конечно же будешь больше всего пережимать dd-шку с брони на dd и по большей части начинать всегда с dd, чтобы уничтожать как можно больше противников. И я официально стал бомжариком. Конкретным бомжариком и нуждаюсь уже в dd-шках, да? Скидок у нас никаких нету. Единственный способ получить dd это открытие контейнеров, которых к слову у меня накопилось довольно-таки неплохое количество. Но сегодня в рамках этого видеоролика конечно же мы будем играть без dd-шек. Попробуем раскатать матчмейкинг. Я на стриме даже немножко тоже покатал. Нашел для себя очень интересную комбинацию для реализации как раз-таки вашего вооружения без dd. Потому что многие ребята бывают там жалуются, что блин да без расходки, если расходки нету, играть невозможно. А у нас сегодня будет челлендж занять первое место без единой dd-шки, да? То есть попробовать втушить каточку. По комбинации у нас сегодня будет вулкан с крусейдером плюс ко всему прочему гиперион. Это возможность прожатия двух припасов, а третий припас быть может мы будем подбирать с пола, да? То есть dd-шку я буду подбирать с пола. Можно было бы конечно играть и на бруте, но так как у меня с другими припасами нет проблем, соответственно я могу спокойнейшим образом использовать гипериона. Ну а если вам подобного рода видосы нравятся, где мы играем без припасов, где у нас вообще вот такая тушеночка происходит, обязательно подержите данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал. Ну и конечно же давайте наберем 123-очку, если вы ждете открытия контейнеров, я ну в свою очередь постараюсь их максимально быстро открыть. И плюсануть те самые необходимые dd-шки, да? Которых у меня пока что, ну как вы видите, нету, да? Ну а это единственный способ. Ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов, на 20 тысяч танкоинов. Для этого настройка игры в аккаунтике установите ему личный тэк-тэк-тэк-тэк, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Ну а я хотел бы сегодня сыграть что-то вроде тдм-ки, либо цп, да? Это два режима, в которых, мне кажется, проще всего будет реализовать эту комбинацию и втушить оппонента. Даже, наверное, не цп больше, а тдм. Ой, пикаю быстрый бой. Даже больше тдм, поэтому запикаем тдм-очку. Надеюсь, что меня сразу же закинет. Сегодня у нас также появился еще и новый челлендж, остался только вот этот элитный пропуск и также сегодня у нас появились новые трофейчики. Трофейчики сегодня у нас вышли на Мамонта и на пушку Гаусс, если я не ошибаюсь. Да, вот именно эти два трофея появились. По сути, наверное, все дефолтно. Будут сейчас появляться не те корпуса, которые являются актуальными, да? То есть у нас еще остается корпус Харек. Я, конечно, жду Ареса, жду Грома. Я хотел бы видеть эти вооружения в рамках трофеев. Ну и тогда можно было бы и потушить контентика на них. Ну ладно, это уже немножечко отход от темы. А сегодня у нас контентичек. Опачки, шикарнейшая карта, если честно. Вчера я тоже на этой карте играл. Ну и будем пробовать реализовывать нашу комбинацию без единой ддшки. Задача выиграть бой плюс занять первое место. Постараемся это все дело реализовать. Надеюсь, что у меня получится. Так, ну и по ддшкам. Где у нас вообще здесь есть ддшки? Где есть ддшки? Ддшка есть там на центре. Есть на базе у противника ддшка. Так, пробуем пока что без дд просто так на врывалову. Просто так на врывалову. Поджог, поджог, поджог. Нет, 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 живи, живи. Хорошо, выжил. Так, здесь ддшка падает, дроповая, да. Ждем, короче, ддшки. Надеюсь, что сейчас дроповая дд здесь упадет. И мы сможем как раз таки ее подконтролить. Рашки здесь магнум по нам накидывает. Попробуем. Опа, вот и дд. Вот это самая заветная ддуля. Подбираем ее. Делаем себе фуловые припасы. Так, ну и теперь наша задача уже, наверное, выпушивать оппонента, который здесь на аресике своем стоит. Минки он, ну, немножко здесь наставил. Но мы можем выпушить его спокойнейшим образом. Он на кризисе с ддшки тоже не пережимается. Может, у него тоже там проблема с припасами. По сути, наверное, проблема с припасами это сейчас очень актуальная вещь. Так, с которой сталкивается довольно большое количество игроков. Так, и в моем случае, знаете, что еще мне повезло? Мне очень сильно повезло, что сейчас припасы сами по себе долго работают. Мегаголд падает у нас на центре карты. И за счет этого... Опачки, черек вообще не заинтересован в мегаголде. Офигеть, я давно такого не видел, чтобы на мегаголд ехал просто один танк. И вообще больше никто не был заинтересован в этом мегаголде. Ну и в целом, да, сейчас припасы, как я же сказал, уходят у всех очень в большом количестве. И это, ну, наверное, глобальная проблема дронов, да, которые хавают очень много припасов. Я хоть и имел эти ддшки на протяжении долгого периода времени, но все равно, как вы видите, до нуля их спустил. Поэтому кризис в этом плане хавает очень много припасов. И если вы хотите играть на нем, то либо должны докупать припасы, либо на постоянной основе просто открывать контейнеры. Я хоть и играл немного, да, то есть вы понимаете, что я там выполняю условно заданки только на этом аккаунте. И то ддшки у меня улетели в ноль в салатницу, и я без них просто-напросто остался. Так, ну что касаемо этого боя, то мы стараемся занимать первое место. Шесть киллов у меня уже имеется. При этом мы ведем... Нет, уже не ведем. Думал, что ведем, но уже нас начали здесь выигрывать. Так, ну и противник начинает агрессивно пушить. Здесь дроповых ддшек я пока что здесь не вижу, от которых я бы мог сыграть. Там сверху, наверное, осталась моя замечательная дроповая дд. Здесь хантер прожимался, наверное, в меня. Но это не сработало, а дроповой ддшки у нас нету. Вон там ддшка падает рядом с базой нашей. Ух ты, нифига себе, чел на уране играет. И там еще сверху ддшка есть. Шикарно. Сейчас попробуем забрать ее. Надеюсь, наши тиммейты не будут ее забирать, потому что большинство тиммейтов не акцентируют внимание особо вообще на дропе. Какой смысл от дроповых припасов, если ты играешь, например, на кризисе. Тебе эта дроповая вещь вообще ничего не дает. Да, но если ты играешь условно на каком-нибудь... Ну, даже условно гиперионе, да, то у тебя с припасами тоже там по большей части все должно быть в порядке. И ты тоже их не подбираешь. То есть только случайно, ребята, бывают берут дроповую расходку. А так она по большей части вообще здесь остается. Хотя, условно играя на гиперионе, у вас есть возможность всегда сейвить дополнительные припасы и не тратить их в молоко, грубо говоря. Поэтому я бы на вашем месте тоже на это делал акцент и старался подсейвливать дополнительные припасики. Так, у меня 95% овердрайва. Попробуем сейчас аудишку реализовать. Вулкан этот работает просто великолепно. Мне очень сильно нравится это устройство. Так, блин, успел до овердрайва убить бойца из-за оглушения страйкера. Так, Титанчик может купол прожмет? Нет, не хочет прожать, прожать купол, прожать купол надо ему. Надо прожать купол было. Так, я хочу ддшку дроповую. Мне очень сильно надо дд дроповую, потому что без ддшки у нас не все так круто. Вулкан по мне тут наваливает довольно не кисло. Еще играет он с защитником. Но по киллам и по очкам у меня, в принципе, ситуация не такая уж и плохая. Ддшка дроповая видел, что падает. Попробуем от нее отыграть. Вот единственное, только мы уже начинаем бой проигрывать. Это, конечно, не есть. Хорошо, не бери дроп, не бери, пожалуйста. Боже мой. Ну, если пом бы знал, что у меня ддшек нет, я думаю, что он бы мне мог бы оставить эту ддшку. Но так как он не знает о том, что у меня есть такая проблема, то, понятное дело, игроки будут просто въезжать, думая, что, да боже, чел, зачем тебе эта ддшка? Зачем ты въезжаешь в мою ддшку? У тебя же у самого есть дд, а у меня-то их нету. Нету у меня ддшек, нету. Не могу ничего с этим поделать, к сожалению. Так, аптечка у меня откодешилась. 56-63 по очкам. Работочку делаем. Пробуем, пробуем. Навалить, навалить контентика. Так, и еще, еще, еще. Добить, 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 добить. Уже начинает танк мой гореть. Надо уже перезаряжал его делать. Вот здесь и хп немного у противника, но все равно здесь уже перезарядочку надо было делать. Так, аудишка падает. У меня 80% своего овердрайва. Пробуем здесь от подъемчика просто так разыграть. Вражеский здесь уранчик тоже мне накидывает. Неплохо в головешку. Довольно большое количество урона. Ну и первое место у нас есть. Дроповые ддшки. Нападали у нас справа и на центре. Пробуем забрать вот эту вот сверху дедулю. Шикарно. Ддшка моя остается. Так, ну и теперь можно выпушить под имеющейся ддшкой. Можно, опа, еще одну ддшку можно законтролить. Так, сейчас мы сыграем по-грамотному. Подсейвим ее немножечко сначала. Сначала подсейвим. Главное, чтобы я ее потом не всосандрил где-то, да. Чтобы тут респа не было. Я не знаю, тут респы есть просто сверху или нету. Но если есть респы, то есть шанс того, что эта ддшка потом достанется не мне. Так, ну ладно, давайте уже подбирать, наверное, чтобы супер жестко не рисковать. Так, ну и противник у нас здесь особо пытается не открываться под нашу зону. Хотя мы можем, в принципе, наверное, даже на агрессиях выпушить. У меня есть овердрайв, если что. Пока что его, конечно, юзать нет смысла. Есть дроповая аптека. Отлично. Ай, сосулья, драчка, меня, блин. Эту бы дроповую аптечку еще бы раскрутил бы. Потом, может быть, овердрайв бы удалось бы провязать. И можно было бы неплохо так раскрутиться. Так, увидел я еще одну дроповую ддшку здесь сверху. Немножечко здесь магнуму. Конечно, помешал я. Ну, что могу поделать? Нет, ддшки надо дроповые. Я не могу с этим ничего особо поделать. Даем вот такую сосулендру в тританчика. Хорошую. Так, ну и на выпушивание противника сразу выгазовываем. Стараемся докидывать здесь по диктатору. Отлично. Должны его зарубошить. Так, ну и теперь со спины можно еще поднавалить по противнику, который стоит АФК. И плюс раскрутиться, да, не открываясь под вражеского вулкана, который по мне тоже здесь начинает накидывать. 20 киллов у нас, 475 очков. Шикарнейший результат. Начинаем выигрывать эту катку. По идее, должна падать сейчас дроповая ддшка здесь на центре. По моему таймингу она падает. Вернее, справа на центре тоже должна была быть, но ее вроде кто-то подобрал. Так, играем от этой правой ддшечки. Ну и теперь пробуем накидать урона здесь по викингу. Хорошо, четко. Отрабатываем викинга. Пробуем сразу надавить дальше на оппонента. Сливаем еще одного на вражеских респах. Сливаем еще одного на вражеских респах. Так, теперь добавочка по викингу. Теперь чуть-чуть раскрутимся здесь. Посмотрим, что у нас тут происходит. Паладинчику добавочки сделаем. Пахаречку добавочки сделаем. Так, ну и теперь пассивненько. А, можно было, конечно, еще попробовать пожить. 24 кила и еще одна дроповая ддшка падает теперь у меня. Наконец-таки дроп у меня есть по таймингу, который работает, да, грубо говоря. Если я по минуте живу, то у меня получается ситуация, что две ддшки падают прямо под мой тайминг. Есть возможность их законтролить. Начинает падать оудишка. Сразу мы делаем вот такой вот оуди. Ну, прожимал его, но аптечку я походу дроповую забрал или что, но у меня кулдаун на аптеку. Соответственно, я не смог прожать свою и спрыгнуть, чтобы забрать еще одну. Так, ддшки у меня нет. Вот, следующая дд, по идее, должна падать либо здесь на центре, либо падать здесь сверху. По идее, наверное, будет сверху первее. Пробуем пушить сюда под верх. Викинг вжимает овердрайв. Я прожимаю свою аптеку на рикошет. Меня здесь тоже взбадривает. И вот та самая заветная ддшка начинает падать. Плюс 5 килов, кстати, мы ведем. В принципе, результат довольно неплохой. Так, ну и пробуем теперь уже отыграть от этой дроповой ддшки. Так, и добавляем здесь по харьку. Отлично. По диктатору. По диктатору. По диктатору. Отлично. Великолепно. Так, и дальше, к сожалению, уже мы не играем. Плюс 7 килов у нас. Ддшка еще одна. Респится у нас прям. Ну, вернее, я респюсь прям на дд. И пытаемся теперь чуть-чуть еще раскрутиться. Накинуть по викингу. Хорошо, четко. По еще. Крусейдеру можем попробовать здесь что-то раскрутить. Хоречек. Ну, и здесь еще и магнум дает тыку. 31 килл без единой своей ддшки. Я считаю, что это очень успешный результат. Дроповая дд, наверное, да, лежала там сверху. Хочу-то я как-то поехал сразу на агрессию. Хотя можно было бы и дедульку законтролить. Отличную бомбу... Ой, бомбочку говорю. Отличный овердрайв. Крусейдера здесь прожимаем. Ну, и ждем. Ждем дроповую ддшечку. Которая должна, по идее, падать уже совсем скоро здесь на центре. От которой мы сможем отыграть. Плюс 4 килла мы, кстати, ведем. Очень близкий бой у нас получается пока что. Пробуем слить Хорька. Который здесь на выпушивании играет. Сам себя сливает. Шикарно. Неплохо. Когда противник сам себя сливает, это тоже работает нам всегда в плюс. Пробуем добить здесь Паладина. Отлично. Паладина контролим. Подбираем дроповую теперь ддшку. Ну, и главное теперь пожить. Пожить, 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 пожить. Я просто уже с дд. Теперь-то у меня уже возможностей больше. По наноске урона. Задача теперь просто не слиться быстро. Дальше не слиться. Так, хорошо. 137, 137. Нет, ничего хорошего нету. У нас супер близкий бой. И нам надо хотя бы еще один оуди. Начинаем даже уже проигрывать, ребяточки. Начинаем проигрывать. Живем по максимуму. Живем по максимуму. Ддшка у меня еще пока что есть. Пробуем прожимать аптеку. 70% овердрайва. Противник начинает выпушивать здесь респы. Найти какие-то... Ой-ой-ой, хорек прожимал, а уделает. Жесть. Минус 2 килла мы идем. 83% овердрайва у меня. Ну, супер близкий бой. Супер близкий бой. Титан прожимает купол. Овердрайв падает на центре. Пробуем здесь набрать... Забрать викинга, вражеского. Забирает его наш тиммейт. Минус 1 килл до сих пор сохраняется. У меня 97... Ой, 95% овердрайва. И как будто бы надо было просто брать и жать. А, там времени осталось! Боже, я бы успел прожать бы овердрайв. И может быть мы бы даже выиграли эту катку. А я что-то как-то не посмотрел на время. Думал, что по киллам эта катка закончится. Ну... Все равно, ребяточки, без единой ДДшки. 36 киллов на 17 смертей. 820 очков. Заканчиваем мы этот замечательный бой. И что я вам могу сказать? Даже без ДД, даже если вы супер бомжара, у вас есть возможность занимать первые места. Но ситуация, конечно, критическая. Я думаю, что многие ребята с ней уже сталкивались. Ну и напишите, что вы делаете в таких ситуациях. Открываете контейнеры, покупаете расходку. Либо ждете, пока накопятся припасы. Интересно будет узнать вашу точку зрения по этому поводу. Обязательно также поддержьте данный видос лайком, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Напоминаю, что 123 как раз таки приведет нас к открытию всех имеющихся контейнеров. А их попрошу. Довольно большое количество, да? Поэтому я думаю, что взбодрить их можно было бы прямо сейчас, да? Поэтому обязательно проявляйте максимальную активность. Но у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.